Валерий Константинович Савинич У Валерия Константиновича прохожу производственную практику Не так давно я вернулась из Мичуринска Там проходило всероссийское мероприятие, которое называется День садовода И в рамках этого мероприятия проходило очень много конференций, круглых столов, мичуринские чтения Были разные выставки, приезжали руководители всех хозяйств, которые занимаются именно садоводством Потому что мероприятие посвящено было именно садоводам, плодоводам и всем, кто занимается именно нашей с вами работой Не просто агрономы, а те, кто занимается плодоводством В центре города была организована огромнейшая выставка на площади Мичурина, это самый центр города От нее радиально расходятся все улицы этого города И на всех-всех-всех улицах стояло бесконечное количество прилавков, где все хозяйства или частные подворья Или там руководители крестьянско-фермерских хозяйств показывали все свои достижения, скажем, хозяйства Все, что они получили, что они получили в этом году, хвастались своими урожаями, показывали, разрешали дегустировать И, в общем, даже одно это зрелище уверило нас в том, что садоводство в России не умрет, будет живо Я хотела вам представить всех участников наших курсов повышения квалификации Мичуринский аграрный университет организовал курсы повышения И назывались они инновационные технологии возделывания интенсивных садов Руководителем нашей группы был заведующий плодовощным институтом Людмила Викторовна Григорьева И участники нашей группы были из таких разных мест, как вот два человека были с Дальнего Востока Приморская государственная сельскохозакадемия, двое из Казани Один человек был с Южного Урала, один из Воронежа, я из Красноярска И один был из Удмуртии, из города Ижевск Все участники, это руководители кафедр плодоводства, директора институтов В общем, это профессорско-преподавательский состав Все началось с того, что мы посетили все-все самые передовые хозяйства, которые есть в Мичуринске И в Тамбовской области, и в Липецкой области Были на предприятии сады Придонья, наверное, каждому известное предприятие Ну и я покажу вкратце фотографии, которые мы сделали на самом празднике А потом покажу несколько фотографий из каждого хозяйства И можно будет посмотреть, какие у них сады, какие у них плоды И посмотрите, порадоваться за них Вот это выставочный стенд Аграрного университета Здесь показаны сорта яблонь и груш Полученные методом микроклонального размножения То есть все эти растения, они оздоровлены Они не поражаются ни болезнями, ни вредителями Их можно размножить в любом интересующем количестве Вот здесь есть и смородина, и яблоня, и ежевика И даже подвои выращивают именно таким способом Мы получили несколько патентов на производство Вот такие стенды стояли по всему городу То есть все-все-все виды плодов Здесь очень много плодов именно наших, российских Рождественская, Вавиловская, Приокская Все выведенные нашими российскими селекционерами Вот такие яблоки И огромные, и красные, и желтые, и зеленые Жигулевские издалека видно Жигулевские, я вам покажу фотографию Где огромный сад, засаженный именно Жигулевкой Но руководитель хозяйства не очень, скажем, им доволен Потому что Жигулевская, как выяснилось Имеет особенность к периодичности плодоношения Так как промышленные сады настроены на то, чтобы извлекать прибыль ежегодно Жигулевская может подвести в плане именно экономическом Оно очень вкусное, оно очень ароматное Его очень любят И многие заказчики прямо заказывают заранее именно Жигулевку Но может так получиться, что год будет пустой Это, конечно, для хозяйства будет плохо Я вам покажу фотографию, где как раз есть Жигулевка Аграрный университет большую работу проводит с ребятишками Со своими будущими абитуриентами Занимаются с детьми, проводят разные мастер-классы для них Вот на главной площади прямо хэштег День садовода Можно о нем почитать и посмотреть А вот главная площадь этого города и памятник Ивану Владимировичу Мичурину Ну, пробежимся быстро по всем фотографиям Давайте, я буду делать это самое Можете, что попутное спрошу Вот такие выставки Яблоки Изумительные Вот она Позади в центр Эта фотография, она из интернета Это не их Это их Я видела эти сады Видела эти Вот эту пленку видели? Именно пленку видела Сколько обработок? Обработок очень много Потому что Обработок бывает иногда до 40 обработок в сезон Обрабатывают Вот из-за этой пленки? Нет, это не из-за этой пленки Пленка Это даже не пленка Это противоградовая сетка Ну, понятно Они для чего ее там употребляют? Для того, чтобы не потерять опять же урожай Потому что калиброванное здоровое яблоко стоит одну цену А которое побито градом Оно стоит в 10 раз дешевле Его можно пустить только на сок Уже за хорошую цену ты его никогда не продашь И никто его у тебя не возьмет А, ну 40 обработок Это все Это сразу на свалку Обработки делаются для того, чтобы Их не жрало Ну, их, во-первых, никто не вредил и не съедал А во-вторых, из-за того, что очень тесно посадили И каждый сад под капельным орошением Очень хорошо там благоденствует парша Обрабатывают в том числе и от парши И обработки иногда бывают через каждые 4 дня Если там только, допустим, проверяют листья Только появилась тля или какое-то другое Вредитель В основном химические, конечно, препараты Но те хозяйства, которые сейчас переходят на экологизацию Одна обработка химии Три-четыре обработки биологически активными препаратами Есть хозяйства, которые совсем настроились на экологический лад Они стараются насекомых, хищников выпускать туда То есть стараются все-таки отойти максимально от этого От химических обработок Но и конечная стоимость продукции намного вырастает То есть продавать в широкую продажу Такой дорогой продукт уже будет нельзя Продают это исключительно только в лавках здорового питания Потому что цена возрастает намного Чтобы уберечь яблоки без химии от вредителей Тем более все сады очень интенсивные, плотные Посадки очень плотные Если раньше интенсивный сад Это была схема посадки 4 метра между рядами И метр между растениями То сейчас стараются расстояние между растениями в ряду снизить до 70 сантиметров Понятно, конечно, что это очень большая скученность И очень тесно растениям Для того, чтобы максимум извлечь из предлагаемой площади И получить максимальный урожай Растения формируются либо по типу веретена Или по типу колоновидному Зеленые операции занимают большую часть летних уходовых работ Но, может быть, это и оправдано Во-первых, для европейской части России Это может быть оправдано И, скорее всего, это оправдано для промышленного садоводства Если только рассматривать с точки зрения получения экономической прибыли И продажи по максимальной цене Может быть, хотя, насколько я понимаю Интенсивный сад должен называться интенсивным не потому Какая у тебя схема посадки Или какой у тебя способ обрезки Или какие ты бюджеты вкладываешь в противоградовую сетку Или в капельный полив Или в шпалеры А, скорее всего, надо называть интенсивный сад тот У которого величина урожая будет друг с другом совпадать Может быть, не стоит формировать деревья Именно веретеном Или сажать их так часто Давать возможность дереву расти свободно И оно будет получать урожай больше А уже по итогу сравнить Количество урожая в таком промышленном саду Или в саду, допустим, где деревья свободно растут Без всяких обрезок Я считаю, вот это лично, скорее всего, мое мнение И, может быть, меня коллеги не поддержат Я считаю, что надо именно учетом урожая Оценивать интенсивный у тебя сад или нет Правда, они же молодцы Вы-то любители вырастили на 8-метровой высоте А сними-ка его Вот об этом и речь Я-то снял, он упал Но у меня-то что? Вы это одно яблоко взяли и съели А у них урожайность на таких садах до 50 тонн с гектара Поэтому нет возможности собирать каждое вручную Или, допустим, оно упало и уже начало портиться Все яблоки должны быть идеальны Иначе ты их просто потеряешь или не продашь Конечно, любительское садоводство, оно совсем другое Мы можем позволить себе и на стремянку влезть Или еще что-то сделать Но в промышленном... Я вообще даже считаю, такие понятия, как промышленное садоводство и любительское Их нельзя сравнивать между собой Они настолько разные 40 обработок и ни одной обработки И ни одной обработки То есть, допустим, сибирский климат нам позволяет не делать никаких обработок И когда я выступала со своим докладом и рассказывала Самый первый вопрос был, сколько вы обрабатываете и чем? И какие у вас наиболее часто встречающиеся насекомые вредители Или, может быть, бактериальные какие-то инфекции И когда я отвечала, что у нас никаких нет ни инфекций, ни кого Обработки мы не совершаем, потому что нет кого защищаться У нас все растет свободно Мы даже и очень в крайних случаях формирующую обрезку используем Но это, скажем, совсем в крайних случаях Поэтому климат у нас резкоконтинентальный Очень холодно зимой, очень жарко летом Поэтому многие насекомые вредители не имеют даже возможности перезимовать Не то, что там оставить потомство Поэтому мы, благодаря нашим климатическим условиям, от этого всего ограждены Но у них, к сожалению, такого нет А мы можем считать, что мы живем прямо в райских местах Нет, нет, вот с этого момента у нас Это может быть все-таки Я с высоты украинского детского опыта плюс 35 лет в Сибири Иначе считаю Дело в том, что, знаете, как получается Нам навязывают агроприемы И я вынужден сказать специально, перебить и сказать Рассвет Санагорского садоводства любительского, да Который лет на 100 обошел науку на какой-то момент Это было недавно, 10-20 лет назад Он закончился как Значит, представляете, это как это самое Простые безгрешные люди Посадил, растет и не подходит к нему Так было 19-е века, 20-е Так были лишние высоты в Европейской России Потом у нас, когда начался дачный бунт по Сибири У нас столько всего было, что это В этих институтах даже и не мечтали об этом А потом люди начали читать И им, вот это вот европейский ученый Сибирь, откуда им было взяться, с Европы Они навязали людям агротехнику Которая включила все Мунистражение червей, муравьев Это же Сибирь, это же главные защитники Может, некому защитить, да Берн, это защита от мороза Мы говорим, как здорово у нас еще рай Тронь только дерн О том и речь И еще 10-20 пальцев А то, что вы, к примеру, представляли хозяйство железа или все себе Вся Сибирь она уничтожила сады В том-то и дело, что я пока могу представить только конкретное хозяйство Опыт конкретного хозяйства Но вот опыт этот многолетний можно транслировать хотя бы на территорию, которая похожа по климатическим условиям с нашими И многие агроприемы, которые подходят для центральной черноземной зоны, категорически не подходят для Сибири Поэтому я считаю, что именно наша цель сделать так, чтобы учебники для садоводства По садоводству, точнее, те, которые планируют обучать студентов в Сибири или на Дальнем Востоке или на Урале Нужно писать именно людям, которые имеют опыт здесь Не переписывать какой-нибудь крымский учебник или краснодарский Потому что все агроприемы нельзя просто копировать из другой зоны Нужно что-то адаптировать под наше Некоторые агроприемы могут быть даже противоположными от тех, которые общие, скажем, известные И журналы, к сожалению, в открытой печати очень много печатается статей Без ссылки на то, где этот опыт был проведен То есть, открывая любой журнал в любом магазине Там, садовник или любое приусадебное хозяйство Нужно отдавать отчет, что напечатано это где-нибудь там в Московской области И этот опыт можно повторить в Московской области Но не всегда он будет показывать такие же результаты на Дальнем Востоке Так, давайте еще посмотрим В рамках нашего путешествия... В общем, 40 обработок нас сибирьков не устраивает Категорически Мне кажется, они москвичей и питерцу тоже не устроят К сожалению, их не устраивает, но другого им взять негде В магазинах у них есть только это Зачем магазины? С этого момента больше магазинов... Вы про 40 обработок слышали? А эти таки, это от вас они услышали Я... Мы от вас про 40, так? Да Смотрите, после этого человек захочет вырастить свой сад? Я думаю, да, конечно, должен захотеть Если будет не тронутый дёрг, помогут муравьи Вот уже и нет гусениц Вот уже нет этой самой плодожорки Вот и все Я же не знаком уже к гусенице Как они выглядят, я уже забыл Да-да Вот Плодожорка, ну... В умеренном количестве как положено Все должны кушать Да В том-то и дело, что даже когда я у коллег спрашиваю А вы сами вот такие яблоки едите? Они говорят, конечно, едим, потому что других нет Потому что просто не вырастить у них такие Ну, микроклонирование я сто раз говорил Они все у нас померзнут, вот все, что не вырастили У нас в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке Все в Южной Москве, не знаю, в Северной Москве все это 100% замерзли Какие бы они чистыми, генетически не были А это будущие покойники А это обреченные... Это опять мертвые сады, опущенные руки И я вынужден, вот будете продолжать И по конференциям ездить Вот еще та же самая задача Найдите сад из клонированных этих Вот я хочу увидеть взрослый 5 лет, ладно, это еще может случайно Там 10-20 лет А клонирование идет давно уже Вот такие образцы мы и в нашей лаборатории получали Но, к сожалению, дальше вот такого размера Они никуда не шли Они либо очень тяжело адаптировались К внепробирочным условиям Либо не выживали Даже после первой зимовки И вот это все погибнет Согласна? Согласна Нет, нет, вас уволят Нет, почему я согласна? Мне хочется это испробовать А вдруг какой-нибудь найдется Сорт, который выдержит Из этого, с искусственными корнями Из одной клетки выращенной Там корни не искусственные Там корни натуральные А я минуточку Пседа, единого корешка искусственная Это не семечка Это не семечка Да, это не семечка Это не корневой отводок Это то же самое, что мы называем вегетативным отростком Но из почки Но из почки, да Нет, не так Я даже оговорился Но из клетки Из клетки, да Значит, корни искусственные Ну, ладно Я не буду сейчас на эту тему спорить Потому что Это, я думаю Отдельная беседа Найти взрослый полносящий сад Я думаю, можно будет поискать Не знаю, чем дело кончится Но поищем Кто-то может нас услышать из настоящих долларов И подскажет Я считаю, что это невозможно Так, давайте еще посмотрим Ездили мы в разные передовые хозяйства Которые там и на территории Липецкой области Это вы делали фотографии Это мои фотографии, да Это сад в хозяйстве Снежиток Занимает более полутора тысяч гектар Но, к сожалению, все сорта здесь иностранные И в основном три иностранных сорта Это Надо? Надо Хани Крисп Лобо И Лигал Сам Лигал Примерно 70% занимает Лобо уже российский давно стал А эти, я не знаю Они у нас продаются в супермаркетах Продаются Да Привозят из-за границы Да Вот деревья невысокие Максимум 2,5 метра Сформированы по типу веретена Это сад безшпалерный Яблоки очень крупные Хорошо окрашенные Деревья удобные для сбора Они без всяких подпорок Невысокие И урожай на них очень большой Ну, то есть, вот яблоки такие Постой Это не похоже на научилку Фермерного растения Нет, это все научные сады Это все сады Мичуринского аграрного университета Я бы, конечно, не стал бы их учить Они же сами сказали Они же все наши Дело в том, что все Участники этой учебы Они все не из этих Не из этих мест Не там учатся Мы все это посмотрели Каждый, скажем так, намотал на ус Посмотрел, что можно взять для себя Что можно оставить здесь и забыть Что можно перенести и попробовать у себя И то просто так копировать нельзя Нужно все это пробовать Смотрите, пристрольные круги не перепаханы Пристрольные круги не перепаханы Для того, чтобы не повредить Ни корни, заметьте, ни корни А кого это? А ленту капельного полива Здесь все пропахано Для того, чтобы не дать возможности Перезимовать вредителям А здесь под деревьями Капельный полив И это для того Сколько они заодно уничтожили полезных Да Мне вот это все удивляет Чтобы именно каплю не повредить Вот это конкретно Жигулевская И мы прошли несколько кварталов в саду Наверное, рядов пять прошли И только на одном Мы нашли одно-одно маленькое яблочко Почему? Ну просто вот периодичность плодоношения Конкретно в этот год не уродились они Ну вот так выглядят у них Маточники Вот краснолистный подвой Все под капельным орошением И здесь капельные? Да, вот они, ниточки Слушай, они бедные растения Ну они бедные, это не бедные Вот зачем они на грядах у них? Гряды это у них для того сделано Для того, чтобы у них корни образовывались лучше Как может дерево лучше корни образовываться? Чтобы их было больше Они их окучивают, поливают Потом заплетают На этом месте новые корешки А потом, когда выкапывают, разокучивают Корневая система хорошая Я обещал молчать Но они никогда не пробовали у себя Допустим, хочешь быть этим баскетболистом Нарости себе ноги Ну попробуй ты Вот не знаю Таких, наверное, у них не было Что-то ни одного еще Вот нога метра Ну нароси ты зерба метрова Ты станешь чемпионом Ты будешь миллионером Ну нароси себе ноги Так это же тоже генетика Нельзя же этого Вот это слаборослые подвои Господи, я пошел на кухню Нет, не уходите Я пошел на кухню Я не даю вам говорить Наоборот, вдруг вы что-нибудь еще увидите Не, ну вы на полной середине сказали, что они корни улучшают Конечно Твою мать Вот, вот так выглядит питомник Я пошел на кухню Я пошел на кухню Я сяду вон там Это самое Так мне будет спокойнее Вот каждый ряд под капельным орошением Вот каждое растение подвязано А подвязано оно для чего? Потому как корни очень маленькие Неглубокие Сами саженцы достаточно разветвленные и высокие Подвязка нужна для того, чтобы они не падали Не было ветровала Ну вот собственно и все Это яблоня? Да, это яблоня Мое личное мнение Убрать капельное орошение Оставить только дождевание И убрать вот эти вот гряды И убрать Которые сохнут так быстро, да? Во-первых, они их покрывают опилками А опилки еще более на себя вытягивают И получается, что растению не вглубь надо корни расти А они как бы наружу получаются Да Ну вот так выглядит оно Вот это хранилище, в котором уже упакованы яблоки В каждом вот таком ящике 250 килограммов Отравленных яблок Ну, кто не может большими коробочками берут маленькими вот такими по 5 килограмм Вот и Жигулевская, и Орлик, и Антоновка Но как выяснилось, Антоновки даже там, в Европейской России, уже настоящей Антоновки нет Ту, которую мы знали, которая была очень ароматная, такой Антоновки нет Потому что все Антоновки, это клоны той самой Антоновки, которые уже давным-давно выродились И не такие, как всеми любимые Антоновки Да, это неизбежно Это то же самое, что может вспоминать или Муромца Потому что сейчас такие не родятся Ну и что? Какие есть, такие есть? Ну, такие есть, да Они же меняют свойства, приспосабливаясь Куда деваться-то Вот Ну, вот это уже приготовленное Как казахстанцы, да, ищут алматинский Да Жалко это Вот так выглядит А у них там нет, кстати, алматинского аппорта? Нет, к сожалению, никого мы не встретили, у кого есть алматинский аппорт Потом, вот, хочу вам еще показать один совхоз Это прямо передовое хозяйство Вот как выглядят яблони Но это все тот же самое Это вы фотографируете? Да, все мои фотографии Да, все мои авторские Здорово Настолько это все красиво Настолько это для нас удивительно Но вот, допустим, это хозяйство не выкашивает между ряди У них травы растут свободно Но когда ты стоишь рядом с растением, оно тебе по грудь И на нем 18 вот таких по 250 грамм яблок Это, конечно, очень удивительно Хоть, конечно, это может быть и спорные вопросы Но вот разве нехорошо, некрасиво посмотреть? Я этот сам, я украинец То есть, вот, они небольшие Ну, даже если средняя высота человека Около двух метров Ну, допустим, три с половиной высота Вот так выглядит Ну, в общем, вот, то, что я вижу, это самое Вот, все в сумме, да? Это так Что? Ну, как сказать-то? Ну, я говорю Привожу пример Я ездил на Украину Папа с мамой купили две миниатюрные курочки Красивые, красивые Ядцы несли Вы пока рассказывайте, а мы потихоньку будем смотреть Петушок ей курочкой Ну, и что? Приезжаю в следующий раз А где? А завязали А что толку от них никакого? Дело в том, что, видите, тут есть один нюанс Вот я сейчас, мне бы посмотреть, бы, вот таких ближних планов, бы, даже тут 100-200 Вот, дело в том, что несколько лет она Что вы хотите посмотреть, давайте Это как построить дом, а через три года его снести, а потом строить на этом весь еще дом Невыгодно в том заключается, что они У них все плодушки Краткий срок жизни у них Да, очень хороший Они именно на это и настроены То есть максимум такой сад живет 10-15 лет, максимум Да, и еще при этом после аномальных зим Его надо покорчевать сразу Есть такое, да, да, есть Это настолько рискованно Рискованно Это что по проволке ходить Рискованно Рано и позже, все падают Ну, да Пролистаем их То есть, ну, конечно, для этого удивительно Это красиво, это впечатляюще Вкусно, красиво Кстати, в Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке Это просто за мертвых Да Конечно, у меня был соблазн большой привезти эти же самые сорт окна Пусть я там 10 штук привезу и посмотрю, как они у нас здесь будут себя чувствовать А, и кто это? Это заведующий кафедрой садоводства Александр Михайлович Ленточкин из Ижевска Удмуртская ГСХ Ленточкин Доктор сельхознаук, профессор Заведующий кафедрой Я уже был в Ижевске, лекции читал Ну, конечно, станет вот ко мне На лекции приходить ученые, ни одного не было Вы, может быть, их не знаете? Я прям в Ижевске в семинар проводил Вот Деревца тоненькие В один стебелек То есть, вот оно такое тонюсенькое Конечно, оно на веревочке привязано к тросику Потому что оно просто не выдерживает такой массы плодов Нет, ну, это здорово, когда такое подвязывать надо Вот у них примерно Вот так наш руководитель говорила Судя по тому, что вот сейчас она видит То урожай примерно 50 тонн с гектара То есть, никто никакими центнерами не считает Считает тоннами Были мы в знаменитом хозяйстве, которое называется Агрономсад Ему уже больше 90 лет Еще при Хрущеве его закладывали Этот агрономсад Имеет вот такие шпалерные сады Это единственное хозяйство, у которых есть противоградовая сетка У них все испытываются новые сорта Новейшие и иностранные, и русские Но вот в этом хозяйстве Кроме вот этого Хани Крисп сорта Лоба и Лигал У них используется еще яблоко рождественское И беркутовское И хорошо оно себя показывает Вот мне было очень радостно, что русские сорта Они выдерживают Здесь обработки? Здесь обработок нет, это питомник у них А нет, вот то, что вышло Да это... Красивая самая фотография Везде Да, конечно Это вот мы были на предприятии Где перерабатывают яблоки на сок В поселке Троекурово находится У них хозяйство очень большое Не только яблоками занимается Черную смородину выращивают Черноплодную рябину Делают вообще все виды джемов Пюре То есть это единственное хозяйство Которое не только продает продукцию Но и перерабатывают И разные, разные, разные виды обработок Все, конечно, очень современное Хранилища современные Техника современная И в этом хозяйстве Нам, сказал хозяин Самое главное в промышленном саду Это не шпалеры И не противоградовая сетка И не капельное орошение И даже не сорта А асфальтовые дороги Между кварталами Вы 10 раз вспомните Про асфальтовые дороги Когда будет плохая погода У них все очень хорошо Никто не переживает о том Что яблоки бьются Они сразу их пускают на соки И в сутки перерабатывают 20 тонн продукции То есть 20 тонн свежих яблок Упаковывают Вот линия у них Ну, это, наверное, нет смысла показывать Все запрограммировано Все отлично Такие многоэтажные хранилища С раздвижными дверями Все программируется Даже оператор не находится здесь Он находится в другом месте Вот, ну, у них очень много всего То есть, ну, и есть контрольные сорта Контрольный вес Контрольный размер Есть специальные калибровочные таблицы Это такая, допустим, дощечка В которой вырезаны отверстия Разных видов яблок По размеру, по весу И все Все это смотрят Такими телегами подвозят То есть, конечно, все очень здорово И малина ремонтантная Это у нас 15 сентября Вкуснейшая малина Крупнющая, вкуснющая Но, к сожалению, в нашем климате Она не сможет дать урожай Не успеет просто Хотя, конечно, красиво, здорово Очень все Вот это хозяйство называется Агрофирма Совхоз имени 15 лет октября Они не поменяли свое название Еще с тех пор Так и остались В общем, очень нас впечатлило Это хозяйство Что еще показать? Ну, могу показать конференцию Это та самая конференция Где удалось мне выступить На... Так, на трибуне кто? Вот здесь на трибуне Александр Юрьевич Ваулин Он из Южноуральского университета Он заведующий кафедрой садоводства И, как выяснилось Там большой друг Валерия Константиновича Не просто большой друг А единственный А единственный Из ныне живучих Действующих ученых Те, кто дружили Или на том свете Или на пенсии Вот Александр Юрьевич Уже Предложил мне сотрудничество И даже Сами могу представить Чем я горжусь Да У него есть Несколько И ваших сортов И очень много косточек сеет И каждый год сеет И как раз на конференции Он рассказывал О том Что он делает В своем институте Как он вот эту Сибирскую технологию Продвигает И хотел Коллег наших Европейских Подтолкнуть к тому Что Не обязательно Зацикливаться Только на одних яблонях Что есть возможность У нас выращивать Практически все виды фруктов Ну кроме там Цитрусовых конечно И у него есть прямо Во-первых У него есть Несколько патентов Он Человек очень увлеченный Занимается И виноградом И персиками Абрикосами И вишнями И даже получил Патент На формировку Винограда Особую формировку Такую Как вот Нигде Ее не используют Она может быть Занимает По площади Больше места Чем обычная Шпалера Но Она выгоднее И вот Он тут Рассказывает В чем преимущество Его сада То есть Он разработал Еще и технологию Содержания садов Ну Об этом потом Можно будет поговорить И Рассказывает Что При таких формировках Как он предлагает Срок жизни Сада Значительно Увеличивается То есть Обслуживание Такого сада Не такое дорогое Как вот Суперинтенсивный сад И урожайность Его гораздо Больше А вот это Наш знаменитый Академик Седов Евгений Николаевич Вот Сегодня Он выступал На Мичуринских чтениях Ему 84 года Он прекрасно Говорит Делал большой доклад О Сортах Яблонь Он работает В Орловском Университете Ой В Орловском Институте Селекции плодовых Культур И рассказывал О сортах Новых Орловских Ну А это я Мой доклад Был На тему Сортоизучения Косточковых Культур На юге Средней Сибири В частности Вот я рассказывала Про Абрикосы И вот Объектом Исследования Были 15 сортов Абрикоса Из различных Регионов Мира Были опробованы Сорта Из Армении Из Франции Из Бельгии Дальний Восток Средняя полоса России Ну И как выяснилось Потом Очень много Мне задавали Вопросов О том Как это сделано Какие результаты Были достигнуты Задавали вопросы Люди Из Краснодара И Прямо Удивлялись Что вот у них В Краснодаре Абрикосов нет А у вас В Сибири Абрикосы есть То есть Очень много Было вопросов По климату Как В нашем климате Нам удается Получать Такие результаты И когда я Показывала Фотографии Где были Огромные Плоды Абрикосов Или Допустим Этот огромный Плод лежал На весах И показывал 113 грамм Это конечно Было для них Большим Удивлением Ну Скажем так Сибирь Не посрамилась Там Даже было Чем удивить Их Все Удивились И я поняла Что Ну у нас Большое будущее Есть Если Продолжать В этом направлении Работать Нам Есть что Показать То есть Нам даже Совсем Не стыдно За то Что мы Где-то там Живем В глубинке Может быть Поправляю Это Они живут В глубинке Да Если уж Абрикосы Вырастить То можно Знаете Когда Александр Юрьевич Выступал И ему Задавали Вопрос А вы Считаете Это актуально Выращивать Виноград Там На Урале Или Актинидию И говорят Он говорит Да Актуально И можно И нужно И это Не составляет Большого труда Они Как-то Так Быстро Начали Его Скажем Отправлять Ну как бы В общем Его доклад Уже закончился И начали Задавать Провокационные Вопросы На которые Он вроде И хотел Ответить Но как-то Может быть Немножко Постеснялся Или там Что-то И они говорят Да Уж не до Винограда Нам Нам бы Хоть разобраться С яблоней И он Пришел Немножко Смутился Я говорю Вот и пусть Они разбираются С яблоней Это же Они не могут Разобраться С яблоней У нас Все хорошо Мы умеем И с виноградом И с яблоней И с абрикосом Поэтому зря Там Тушеваться Не надо У нас Все хорошо И если они Не могут Разобраться С яблоней Это в общем-то Их трудности Ну как бы Может быть Я сейчас Не очень Политкорректно Говорю Для кого-то Но Тут все свои По крайней мере Приложив Труд Умение И голову Можно Получить Хорошие Результаты Тут понимаете Есть Все равно Рамки Есть и для нас Я Упал Такой Момент Лет Десять назад Было Такое Неформальное Сорвание С кемеровчанами Вот И вот Самый крутой И продвинутый Раскоррочный Кемеровчанин Он получил Там пару урожаев Хороших Разных И Очень Популярный сайт И сразу Вот Мой Переде планеты Все Оказывается В Сибири Все растет Наступило Отрежение Когда была Страшная зима И это 2000-2001 год Страшнейшая зима Вот Она прошла По Сибири Такой Косой У него Весот Погиб Погиб Сад Еще У Невских Таких же Которые Считали Ну так Легко Дается Но серый Теплый Мой Сад Целел Целый Год Одни Абрикосы Не плодоносили Были Даже Королевский Тут вообще Два Года Молчал Думал Все Конец Тесто С огромными Плодами Вот Так Получилось Недругого Нажил Только потому Что мой сад Уцелел А разница Была Это зависть Нет Разница Была В чем Человеку Конечно Была неудобность Пора звонить На всю Россию Что все Замечательно Сибирь Это рай Он Сходит По саду Удивляется А у меня Жесткие рамки Вот Про эти рамки Ученые Не знают Я Это Елена Боевшую Знать Не хотят И никогда Не узнают Что ты Слышал Ваулин Пару Праз Провекнуло Да Да Вот Моих Фирменных Именно А Вообще Вот 50 Вебинаров В принципе Уже Достаточно Чтобы Научить Всех Но Меня Никто Не пригласил Мичевинский Не пригласит Для этого Надо Хотя бы Знать Что Стоит Послушать А я Начну Говорить Миклопланирование Это Север России Сибирь Дальний Восток Еврал Это С тысячи Через три года Тысяча Мертвых Тупик И таких Несколько Тупиков А Это Самое Посадить На гряду Чтобы Тут же Капельный Парю Чтобы Корды Разбивались Это Придумать Такое Это Невозможно Яцекевич Невозможно В принципе А Тут Вот Показывается Сразу Живой А Вот Нормально С удовольствием Мы Должны Как-то Мне Кажется Идти Не на Конфликт С наукой Вот Может Быть Едес Как Это Внедрять Своих Агентов Сюда Так Что Ли Да Зачем Внедрять Надо Просто Показывать Как Продолжать Работать В том же Направлении Не успеваем Вы понимаете Что сейчас Творится Я Показывал Этот Ролик Проклятый Миллион Просмотров Надерган Фотографию Из интернета На Несколько Этих Как Надо Загущать 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 Обрезка Потом Не соображает Что творит Отрезать 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 Показать Последний Снимок Дерево Абсолютно Калека На него Накинутся Все бактерии Там уже будем спорить Это бактериальный рак Или черный рак Или бактериальный ожог Там спорить Не спорить А дерево Извечено И оно болеет А вот этого Понятно Никто не может И бактерии Так же Они Не бактерии Эти Грибы Они идут За уничтожением Дерева А им придумали Роль Что они Уничтожают Дерево Вот И получается Как Вот эти Жесткие рамки Да Вот И как Это Когда Они Я Вернется Красавер Правильно За вами Большое Будущее Потому что Вы уже Здесь сидите Это значит Что вы Не отвергайтесь Порога Садоводство Любительское Значит Связующее Звено Вот И как-то Это самое Не знаю Меня не Приглашали Ваулин Я отругал Это было Лет 8-10 Назад За то Что я был Челябинский И он Не знал И он Хотел устроить Мою лекцию Студентам Ну значит Еще поедем К студентам И почитаем Я думаю Можно Меня перестали Представляете Насколько Парапал Интерес Каждый год 4-5 Телеферика Каналов Призял Включая Москву Культура Телефанал Все В этом году Тишина Выражает Сумасшедшее Вот Надо удивлять Всю Россию А как это Десполезно Поверьте Научное Сообщество Удивилось Все Услышали Что это В вашем Саду Было Все Увидели И Теперь Все Знают По крайней Мере Все Точно Удивились Тому Что Здесь Такие Урожаи Они Парю За Парю С Не Гарят К сожалению Они Считают Что У них Расти не Будет Во первых Расти не Будет И во вторых Что они Хорошо Умеют Управляться С яблоней И Они Уже Так Отточили Технологии Что Все Идет Отлично И Поэтому Связываться С чем-то Более Неизвестным А значит Рискованным Они Не хотят Тогда Они Не Ученые Ну Почему Ведь Вот Центральная Генетическая Лаборатория Они Занимаются Этим Они Изучают Они Новые Сорта Регистрируют Они Изучают Селекцию Ну Все Но Только Пока Нет Такого Чтобы Какое-то Фермерское Хозяйство Или Промышленный Сад Заинтересовались Именно Этой Культурой И начали Бы Ее Промышленно Выращивать Одно Дело Получить Сорта Иметь Сорта Другое Дело Отправить Их В Производство Это Совсем Две Разные Вещи Тогда Получается Остается Один Принцип От 100 До 1000 Корсачек Железа Садится Половина Из них Доводится До Плодношения И Таких Нужно Всего Сколько У нас Сторон Регионов Не Считаю Северных Ну 12 Зветовых Зон У нас Как Меним Все Для них И Можно Сделать Третья Зона Это Больше Сейчас Россия Третья Коменатическая Зона Третья Зона Это Рискованная Зона Рискованного Земледелия Да Ну Рискованная Все Такие Это Россия А не Украина И Белоруссия Конечно Она Вся Рискованная И Эти Ябно Они Все Погибнут В У них И так Запрограммирован Короткий Срок Жизни Да Вот Именно Я Очень Хочу Привезти Их К нам И Попробовать Смогут Ли Они Хотя Б лет 15 Или 20 Прожить В Нашем Климате Сразу Заняться Этим 200 Громовыми Абрикосами И Украинами Персиками Да Мы Этим И так Займемся Просто Вы Знаете Что Такой Гигантский Эксперимент Из Миллионов Саженцев Поставлен Без вас А Все рынки Забиты Все магазины Забиты Интернет Магазины Предлагает Их Миллионы Вот Это Самое Корне Искусственное Отлично Отлично Понимаю Не надо Рассказывать Я Это Знаю И Плачу От Этого Как бы Их Иммунными Не Называли Допустим Иммунными Как бы Их Называли Этими Самыми Гранированными Немножечко Делают Сорта Иммунные К примеру Какому Нибудь Одному Вредному Фактору К примеру Иммунные К парше Но У них Может быть Пониженная Зимостойкость Или Там Еще Что-то Хорошо Зимует Но Меньше Плодов Дает Или Хорошо Зимует Но Поражается Каким Нибудь Там Вредителем А вот У нас Есть Возможность Сделать И Мороза Устойчивый И Урожайный И Устойчивый К вредителям А вот Смотрите Если бы Вы были Сейчас Мы даже На это и время Не найдем Это Чисто Если бы Мы Ходили По нашему Саду Еще Вест Раз Яблоки На месте Груша На месте Подходим Груша Чижевская Вся Листья Почернели Вставляете И Это Самое Сырость Не выдержали Подходим К ладе Все В порядке Разделяем Уже Ну То есть Понятно Что Один Устойчивый К повышенной Влажности Подходим На одних Есть Поршай Это Сейчас Когда Уже Все Дышать 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 Было Никогда Вчера Вот Все Это Конитель Продолжается Условия Близкие К Северо Западу России К Северо Западу Или К Дальнему Востоку Все Прекрасно Уже Сейчас Без Всяких Этих Глубоких Исследований Можно Разделить На Этих Самых Так же Ну Да Конечно Мы Уже Разделили Здесь Все Что Могло Замернуться Замерзло Все Сожален Уже Имеет Право Жить Дальше Вот Это И Называется Естественный Отбор Давайте Еще Посмотрим Да Особо Больше Смотреть Та И Нечего Хотел Интересно Посмотреть На Слив На Черешню А вот Слив К сожалению Там Нет Как Нет Черешни Я вам Показывала В первую Свой Приезд Да Я видел Прекрасно Черешня Прекрасная Я даже Поражен С капризис Культура По Морозу Да И вот Она Пожалуйста А вы видели Большие деревья И высокие деревья Не обрезные Вот такие деревья Они реликторами становятся Их так много Реликторами И вот Тем деревьям 25 лет уже И они Мощно растет Их оставляют Просто потому Что уже Вот Хотят посмотреть Сколько они могут Причем урожай Дает хорошо И много А это да А вот Куда А вот Слив Почему-то Нет Сливы У них Есть Ринклоды Иногда Очень редко Они встречаются В полисадниках У людей Но их никто не ест Потому что Они загазованные Ну потому что Вот Кстати Город Мичуринск Он такой маленький Небольшой В основном Одноэтажный То есть Это такой городок Из частного сектора Состоящий Такой Он очень хороший Такой Знаете Какой-то добрый Домики С резными Такими В общем Очень красивый Такой Сильно Хороший Городок Вот А я вас Вишню угощал Две недели назад Помните? Да Помню А я вишню На челюстке Все съедено Уже Так вишню съели Еще в июле Когда я у них была А не были? Да Вишнями меня угощали Да Ну наверное На этом Центр садоводства Имени Профессора Муханина Вот этот сад Заложен был В семнадцатом году То есть Этому саду Третий год А уже Второй год И уже Урожай Вот это растение Высотой мне по пояс На нем 15 яблок Понимаете Я всю жизнь С них можно будет Собрать На центре Ну и все Стоило из-за этого Заморачиваться Они же дорогие Кабельные полиции А они дорогие Вот Видите 2 4 6 8 12 Я найду На соседнем Вообще Три яблока Вот уверен Ну понимаете Второй год Жизни саженца Но это все-таки Надеюсь Научно Казен А эти Вот Прививки А что Я бы застарился Или застарел Тебя Или занимайся Вот это Вот это Хани Крисп Знаменитый сорт Вон они Которые Ненавижу Штамбы Это Штамбы У них Закрыты Сеточкой От Грызунов От мышей Потому что Мышь Для них Это нашествие Да Потому что Они долго Остаются В этом возрасте Нормально Яблок Через 4-5 лет Мышь уже взять не может Да Она уже Здоровая И толстая Вот смотрите 2 4 6 8 12 14 20 яблок Яблочки большие По 150 грамм Впервые я там услышал Обработка О том Что есть такое понятие Школьное яблоко Вы слышали Когда-нибудь Про такое Школьное яблоко Это Яблоко Небольшого размера Чтобы его можно было съесть За один раз А школьное Оно называется Потому что Вот Ребятишкам В школу дают И на переменке За 10 минут Ребенок должен Полностью Это яблоко Съесть И когда мы ходили По саду И говорили Ой какие большущие Огромные яблоки И радовались за них Они говорят Нет плохо Не продадим Такие никому не нужны Никто их не купит Такие здоровые Потому что Половину Съешь Половину выбросишь Даже взрослый Не сможет доесть А вот такие маленькие Граммов 80-100 Это самые лучшие На дачу Другие принципы На дачу Другие принципы Да Вот Стройные ряды Вот сейчас Дадал вернете Вот Еще Вот это вы хотите Вот эти вот Рано страшно Они абсолютно Неприемлемы Из-за этого У нас В Сибири Это не пройдет Точно Но только вот Почему-то лучше И сибиряков тоже И продают их Миллионы По всей Сибири Вот Мне очень хочется Это сделать Хорошую доказательную базу Почему вот Это не пройдет В Сибири Чтобы это все было Математически Статистически Обработано Доказано И даже я думаю Что диссертацию Для этого Стоит защитить Чтобы вот Именно это Доказать Во всех хозяйствах Обязательно Есть водоем Для того Чтобы Вот Вода согревалась Не поливать Ледяной водой Это Артезианская вода Здесь В водоеме Она Прогревается И потом Только идет На полив Как интересно Земляника На пленку Высаженная Ягодки Чистые Всегда Вот так Выглядят Никаких Сорняков Нет Красиво Чисто Или Вот так Мульчируют Между рядами Здесь Пленка Засыпают Соломой Все прекрасно К сожалению Нет Не так В основном Землянику Выращивают Ремонтантных Сортов То есть Все лето И вот Еще Один Опыт Они В тоннелях Выращивают То есть Еще Продляют Вегетацию Вот Пробовали Выращивать Голубику В таких Сумочках Так как Она же Любит Очень Кислую Среду Закапывать Торф В землю Тоже Неудобно И невыгодно Вот Выращивают В таких Сумках Да Но сейчас Плодов Уже Не было Плоды Были Тогда В июле Видели Фотографии Есть Отсюда Из этого Я не думал Что это Голубика Это Голубика Да Ну вот Этот Вот Самый Сад Вот Это Шпалеры Бетонные Или Деревянные Эти Вот Конкретно Деревянные А опорные Столбы Крайние Бетонные Через Пять Метров Стоят Бетонные Столбы А здесь Деревянные Шесты Как Умудряются Все Травинки Убрать Умудряются Знаете Как Не тяпка Конечно Не тяпка Химическими Обработками Они Просто Жгут Траву И все Вот Этими Самыми Конечно Пестицидами Гербицидами Нет Я не Спокойно Говорю Я бы У себя В саду Так Не делала Но Они Так Делают Да Никто Вручную Там Ничего Нет Конечно Пропахивают Пропахивают Они Между ряд Я Вопросов Нет Но Они Прожигают Гербицидами Тоже Как же Так У меня Трава Прет Я Того Дубой Кто Выращивает Морковку Свеклу Знаешь Только Это Каждый Месяц Каждый Месяц Каждый Травинку Выдернуть Но Как Они Это Делают Так И делают Химическая Промышленность Работает Хорошо Бедные Покупатели Бедные Мы Когда Мы Покупали В супермаркетах Яблоки Вот Теперь Мы Посмотрим И Может быть И уже И не будем Покупать А что Детям Давать А те Которые Вырастили Сами Ширеногорцы В своей Сады Убили Своими руками Пока не знали Всю эту премудрость Сады Рошли Ну Я думаю Наверное Мне уже Стоит Закончить Я уже Честно говоря Выдохлась Может быть Вы Какие-нибудь Мне вопросы Позадаете Которые Могли бы Нашим Слушателям Быть Интересны Одно Хитрее Сделаем Пусть Они Нам Напишут Вопросы Мы На них Ответим Во-первых Сейчас Осталось 20 минут Заканится Время Лекции А потом Ест Ответ Вопросы Кому Интересно Они Прямо Сейчас И пишут Только На нашем Иконе Мы Не видим Вопросы А они Видят Так Иван Александров Спасибо